Привет! Когда речь заходит о выборе джазового муштука для тенор-саксофона, как правило, первым делом на ум приходит легендарный Отто Линк. На таких муштуках играли Джон Калтрейн, Бен Вебстер, Колбан Хокинс, Лестер Янг, Хэнк Мобли, Джошуа Редман и многие-многие другие. Это настоящая классика, универсальный муштук, который любой тенорист должен иметь в своем арсенале. Отто Линк производит свои муштуки с 20-х годов прошлого века. В истории этого бренда были взлеты и падения. В 1975 году права на производство муштуков перешли к фирме Бэбит. С этого момента объемы производства многократно выросли, а качество несколько упало. В 60-е годы можно считать периодом максимального взлета фирмы Отто Линк и их легендарной модели Супертон Мастер. В эти годы производство базировалось во Флориде, и среди музыкантов муштуки этого периода так и стали называться – Отто Линк Флорида. Это крайне редкие и дорогие муштуки. Цена доходит до нескольких тысяч долларов на аукционе и Бэй в зависимости от состояния. И вот недавно у меня появилась возможность сравнить этот легендарный муштук с современными аналогами. На тесте модель Флорида с размером пасти 7. Сравнивать я буду со своими Отто Линками с пастями 7 со звездой и 8. Даже невооруженным взглядом видно, что муштуки существенно отличаются по длине. Флорида самый короткий, 7 со звездой чуть длиннее, а восьмерка самая длинная. Отто Линк традиционно делается из двух половинок, и на двух муштуках отчетливо виден шов. У Флориды, как видите, добавлено кольцо, которое поставил мастер для того, чтобы две половинки не расходились, так как на месте пайки уже образовалась трещина и был риск, что муштук просто расколется при надевании на эску. Отличительной особенностью модели Флорида является белое покрытие. Латунный муштук традиционно покрывают золотом, но в качестве связующего металла в то время использовали никель, который оставался, когда позолото сходило полностью. Также Флорида отличается наличием небольшого металлического наплыва в начале клюва, который по-английски называется Roll Over Buffle. На новых моделях этот наплыв имеет чуть другую форму, что в теории должно повлиять на звук. Но думаю, что форма бафла волнует вас меньше всего. Давайте же сравним все три муштука по звуку. Играть бы он на тростях Lavo с Mesium, также обращая внимание, что все три муштука имеют немного отличающиеся пасти, что также повлияет на звук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все муштуки показали неплохой результат. По моему мнению, Флорида чуть ярче, но это может быть следствием чуть меньшего размера пасти. В любом случае, у вас есть возможность сделать собственные выводы, которые я с удовольствием почитаю в комментариях под этим видео. Стоит ли платить тысячу долларов и больше за Флориду, этот выбор делается в первую очередь исходя из ваших финансовых возможностей, но Флорида совершенно точно не играет в пять раз лучше, чем обычный Отто Линк. Но разница все же есть. Часто за эти небольшие нюансы музыканты готовы выкладывать космические суммы. Надеюсь, что помог вам в выборе муштука и развеял некоторые сомнения. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok